подготовила 4 мандарина они вместе где-то у меня составляют сто восемьдесят пять грамм опускаем их воду и варим после закипания закипела вода ждем 10 минут и сливаем прошло 10 минут кипения слила всю воду налила воду свежую и опять довести до кипения и подождать 10 минут и опять слить и стекло время кипячения два раза мы прокопители теперь так вот разрезаем сейчас они очень горячие вы немножко подождите и потом разрезайте гладкое пюре получилось да я вам не сказала берите мандарины без косточек естественно попробуйте их они должны быть сладкие поэтому это пюре немножко сладковато-горьковатое но так как бисквит будет сладким это будет прекрасная добавка нам понадобится 170 грамм этого добавляю 170 граммом пюре 40 грамм любого масла без запаха берем 200 грамм просеянной муки просеиваем сюда же 10 грамм разрыхлителя у меня разрыхлитель с ванилином поэтому у кого не без ванилина добавьте ванилин если хотите я взяла три больших и два малюсеньких у меня яйца поэтому у меня получилось 240 грамм вообще нужно брать 4 яйца где-то без корлупы они должны быть 62 грамма ну в общем я вам говорю общую сумму у меня 240 грамм вот так так прекрасно я взбила то есть мой помощник взбил яйца с сахаром посмотрите какая масса видите как я рисую и все остается вот так надо взбить я взбивала где-то 18 минут взбивайте даже 20 у меня не очень сильный аппарат поэтому нужно взбивать долго тогда у вас получится прекрасная масса все теперь в три этапа отправляю туда муку с крахмалом и с разрыхлителем чуть-чуть потому что видите сразу начинает чтобы мука это тяжелая надо в три этапа аккуратно вот такими вот круговыми движениями перемешиваем аккуратно нашу муку если у вас глубокая миска как у меня углубляйте венчик или лопатку чем вы будете перемешивать потому что мука тяжелая она может идти вниз и вот таким образом просматривайте если вся мука у вас перемешана и остается у меня еще один в три этапа спокойно напоследок я оставила наши мандарины наше пюре точно также по чуть-чуть по половиночке положили вмешали и следующую дозу и все время вот такими круговыми движениями я взяла две вот такие вот одинаковые где-то по 17 сантиметров и половину в одну положу и половину в другую где-то приблизительно лишь не смогу точно точно ложила непригораемую бумагу стенки не смазываю потом вырежу аккуратно аккуратно все это надо делать быстро потому что это тесто не любит ждать и когда вмешиваете тоже все побыстрее пройдусь вот так вот палочкой чтобы убрать все большие пузыри таким вот образом и в этой тоже самое у меня тут две формочки тоже пройдусь прокрутите в общем сделайте все чтобы не вырастала большая гора посередине и чтобы больших пузырей не было потому что мы взбивали долго здесь очень много насобиралось это хорошо но тем не менее большие пузыри можно вот таким образом убрать напоследок 1 1 духовка 175 у меня с вентилятором 175 108 моей духовке с вентилятором 175 180 выпекался 40 минут вынула из духовки вот он совершенно сухой с палочка выходит сухая перми перевернул его таким образом чтобы он остыл сейчас я попробую вырезать его проходимся острым ножом стараясь не обрезать его а по краю открываем вот такой получился такой высоты его можно разрезать пополам тот пополам будет 4 коржа если хотите выпекать одним целым не проблема 20 22 сантиметра вот такой мягче таких два получилось как бы две заготовки одна чуть чуть повыше вот это вот а это чуть чуть поменьше ну потому что я не могла точно пополам поделить очень приятно пахнет очень вкусно теперь заверну в целлофан когда абсолютно высох остынет и положу в холодильник вы можете на 2-3 часа я оставлю на всю ночь и завтра буду делать то что прошла ночь достала открываю разворачиваю вот теперь его можно спокойно резать срезаю немножко вверх чтобы не было этой корочки и обрежу все по кругу все по кругу вот у меня получилось вот таких 4 хороших коржика сейчас я сделаю самый легкий для меня крем который мне нравится вы можете делать любой крем я еще в конце видео поставлю другой мой мандариновый торт там тоже есть прекрасный мандариновый крем и вы выберете тот который вы хотите хотите с маслом и заварным кремом хотите со сливками хотите просто заварной крем я вам покажу мой легкий крем который напоминает по вкусу мороженое 500 холодных холодных сливок 33 процента у меня и теперь включаю весы и мне нужно взвесить 280 грамм сгущенки на нуле начинаю лить сгущенку берите сгущенку настоящую хорошую тогда получится великолепнейший крем сделать очень легко две минуты и очень очень вкусно нравится взрослым и детям 280 грамм все ничего не остается только взбить взбивала где-то четыре минуты с половиной четыре на самой большой скорости у меня 9 вот такой получается великолепный крем кладу первый корж да здесь у меня такая из пластика пленка кладу первый корж и начинаю его пропитывать как следует кто любит очень влажные сам по себе уже влажный вот так вот отсаживаю мой крем я отсаживаю из мешка вы можете отсаживать спокойно лопаткой чем хотите кладу следующий и промачиваю вот тот крем который у меня остался я добавляю вот такой вот кусочек такого специального сыра типа филадельфия типа типа маскарпоне и делаю чтобы он был намного гуще чтоб можно было украсить наверху добавила еще остаток сгущенки 100 грамм видите маленькой насадкой я сделала вот такие неровные как бы такая огромная роза сверху сверху вот так вот посыпаю мандариновой стружкой натру помойте как следует мандарин потому что очень тяжело найти биологически поэтому вот такой вот красивый мандариновый бисквит у меня получился не важно как я его украсила каждый может украсить по-своему что у него есть дома под руками воображение и украсить я положила малину клюкву мандаринки маленькие разрезала украсила безе обсыпку сделала из безе вы можете сделать обсыпку из того же самого бисквита если вам нравится но так как сейчас нет нет моды на эти обсыпки из бисквита я вот решила сделать вот таким образом что я хочу сказать друзья если вам понравился мой рецепт ставьте пожалуйста лайк записывайтесь на мой канал будет еще множество и множество новых рецептов я на этом с вами прощаюсь говорю вам до свидания и до следующих встреч до следующих рецептов пока вот такой красивый торт в разрезе необыкновенный очень очень вкусно и 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